Добрый день! Садитесь, пожалуйста. Мы с вами вместе вели произведение операторов. И вот теперь я хочу сделать одно замечание. К этим действиям из алгебры матриц вы знаете, что произведение матриц, вообще говоря, не удовлетворяет свой суперестановочности. А как только что в прошлый раз мы доказали, пространство операторов и замороженное пространство матриц, значит, это будет справедливо и для операторов. Но ведь оператор – это действие, и это изменение порядка действий, результаты могут быть разными. Нам, физике, это нужно постоянно. Поэтому специально для вас, физиков, я веду еще один оператор. Определение. Коммутатором. Я его буду обозначать вот так. Есть разность произведений операторов. Ну, я тоже приведу конкретные примеры. Если в качестве основного взять тождественный оператор и взять любой оператор А, то коммутатор для этих двух операторов всегда есть нулевой оператор. То есть они всегда переставляются. Тождественный оператор с любым линейным оператором. Кстати, то же самое справедливо и для нулевого оператора, и для оператора подобия. Но я тоже вам приведу пример, когда переставлять лучше не надо. Рассмотрим конкретное пространство, радиус векторов R2, или B2. Возьмем там орто-нормированный базис E1, E2 и рассмотрим такие два оператора. Оператор А – это оператор проектирования любого радиуса вектора на направление вектора E1. А оператор В – это будет оператор поворота. против часовой стрелки на угол Пи пополам. Вот теперь давайте подействуем в таком порядке произведением операторов на вектор E1. Итак, повернули его на угол Пи пополам, что получилось? E2. А после E2 спроектировали на E1. И в итоге мы получили нулевой элемент. Ну, раз мы на векторах, с векторами работаем, нулевой вектор. А теперь делаем то же самое в обратном порядке. Итак, вначале спроектируем E1 на направлении E1. Это и будет сам вектор E1. А потом его повернем на угол Пи пополам против часовой стрелки. Получим E2. Таким образом, коммутатор в данном случае этих двух операторов, примененных к E1 не будет нулевым элементом, а будет минус E2. Так что коммутатор нам нужен, потому что когда мы изучаем последовательность каких-то процедур, действий, в зависимости от того, в каком порядке мы будем это делать, результаты могут быть разные. Для этого и потребуется коммутатор. А теперь свойства вот этой процедуры умножения операторов. Сформулируем три свойства. Первый из них сочетательное и обычно так оно называется относительно числового множителя. То есть берутся два любых линейных оператора, принадлежащих пространства операторов S и какое-то число лямбда из того поля К, над которым действует тот линейное пространство, где работают операторы. И оно записывается так. Лямбда умноженное на произведение это есть лямбда А умноженное на В. Второе свойство тоже распределительное, но относительно трех операторов. Три оператора, все принадлежат пространству операторов и выглядит оно приблизительно так же. примененное на ВС равняется АВ в скобочках на С. То есть вот тут можно переставлять скобки. И наконец распределительное свойство. Оно опять же формулируется для трех линейных операторов и выглядит так А плюс В умноженное на С это есть А С плюс В С и здесь же еще одно свойство то есть еще одно равенство в этом же свойстве оператора примененной к сумме операторов В и С это есть АВ плюс произведение АС вот три свойства доказываются они все аналогично я поэтому покажу как доказывается первое остальные вы уже по аналогии сможете сами самостоятельно доказать итак во всех этих свойствах утверждается одно оператор слева равен оператору справа вспомним что значит операторы равны это значит для любого элемента х принадлежащего линейному пространству r над которым действуют все эти операторы выполняется соотношение лямбда А В давайте так чтобы было понятно что мы применяем к х ну и правую часть лямбда А В тоже примененная к х ну это уже равенство элементов и мы можем здесь использовать свойства самой операции и самих линейных операторов итак я начну с левой части мы с вами доказали в прошлый раз что произведение линейных операторов снова линейный оператор правильно поэтому я могу это переписать так А умноженное на Б примененное к лямбда х лямбда можно выносить и вносить под знак линейного оператора верно ну а теперь вспомним само определение что значит произведение оператора это есть А примененное к тому что получится после того как мы применим Б к лямбда х вот что у нас получилось ну мне неудобно продолжать давайте правую часть я еще разочек перепишу лямбда А Б Х тут я буду действовать так лямбда можно внести под знак оператора А линейный оператор поэтому будет А примененное к лямбда Б ну еще раз так все запишем Х лямбда опять же можно внести под знак Б поскольку Б это линейный оператор ну как видите и левую часть и правую часть мы преобразовали к одному и тому же виду свойство доказано ну и совсем уже небольшое замечание вот какого характера представьте себе что мы умножаем несколько одинаковых операторов ну и тогда как в школе можем писать так а в n-й степени есть ли этих множителей это нормально разумно и от этого отказываться не надо ну а теперь определение что-то он в другую сторону перейду сюда линейный оператор С называется обратным к оператору А если А умноженное на С равняется произведению операторов С на А это есть тождественный или единичный оператор таково определение ну а теперь утверждение 8 если так лучше сформулировать так если оператор А с матрицей А с индексом Е в базе С имеет обратный оператор то в том же самом базе С Е обратный оператор имеет вот такую матрицу она будет просто обратной к матрице оператор оператор А в том же самом базе и опять же можно сослаться на предыдущее свойство утверждение мы доказали что если произведения операторов равны то равны их матрицы то есть я выбираю вот этот базис Е и переписываю исходя из этого строгом порядке как мы с вами доказали выполняется это соотношение вот а это соотношение между прочим определение обратной матрицы утверждение доказано да и кстати в самом определении я ввел понятие обратного оператора С но не сказал что С принято обозначать вот так в таком виде обратный оператор записывается как А в степени как А в степени минус единиц и следующее утверждение 9 если в некотором базисе матрица оператора не вырождена то у этого оператора есть обратный оператор да что такое обесточили а ну физфак ну что придется работать тряпкой так вот если значит возьмем оператора и в каком-то базисе е матрица этого оператора не вырождена но если она не вырождена в каком-либо базисе то она не вырождена в любом другом базисе мы же с вами доказали соотношение 4 определитель матрицы оператора не меняется при переходе от базиса к базису раз матрица всегда не вырождена то для нее существует обратная правильно а тогда по теореме 2 для этой матрицы существует линейный оператор который всего только что доказанного утверждения это и есть обратный оператор а теперь следующий параграф четвертый ядро и образ линейного оператора и так мы будем рассматривать с вами некое линейное пространство r размерности n над некоторым числовым полем k и пусть в этом линейном пространстве действует оператор определение ядром оператора а называется множество элементов х пространства rn тех и только тех для которых а примененная к х есть нулевой элемент и кстати у ядра свой термин вот так записывается ядро оператора а и тут же второе определение образом линейного оператора а называется множество элементов y данного пространства которые задаются вот таким образом y это есть оператора примененный к x но так обозначается сам образ и честно говоря я бы тут бы уточнил собственно что же это такое это оператор примененный ко всему пространству вот что это такое ну совершенно очевидно что и ядро и образ линейного оператора это подпространство данного пространства rn и кое-какие утверждения я сейчас по этому поводу сформулирую но вначале определение определение такое рангом оператора а называется ранг его матрицы ну вот а теперь лема вторая лема образа линейного оператора равняется рангу оператора доказательства итак это множество которое мы назвали образом определяется этим соотношением есть мы с вами выберем какой-то базис то тогда это будет а примененных икс-катая на екатая правильно ну это будет икс-катая на а катая то есть икс-катая есть не что иное как линейная комбинация столбцов оператора а то есть это есть элемент линейной оболочки натянутой на столбцы матрицы а а в свое время мы с вами доказали что размерность линейной оболочки столбцов матрицы равняется рангу этой матрицы а ранг матрицы как мы с вами ввели только что это есть ранг оператора лима доказан и тут же лима 3 хотя я с самого начала об этом сказал но лучше еще раз оговорить чтобы это было справедливо если размерность пространства в котором действует линейный оператор а равняется n то размерность ядра плюс размерность образа как раз и равняется этому самому n вот теперь чуть-чуть придется поговорить чтобы доказать это утверждение о ядре значит ядро определяется вот таким соотношением опять выбираем некий базис и в этом базисе записываем а это вам хорошо знакомая однородная система линейных уравнений мы ею занимались и доказали что ее размерность а это и есть размерность ядра есть не что иное как n минус ранг матрицы а е а ранг матрицы а е это ранг оператора а это как мы только что доказали есть размерность образа что и требуется доказать то есть обе леммы доказано ну и следующий параграф пятый инвариантные подпространства линейного оператора и здесь же еще название собственные значения и собственные векторы линейного оператора Итак пусть в линейном пространстве r действует линейный оператор а ну и есть какое-то подпространство m данного пространства r определение подпространство m называется инвариантным подпространством относительно оператора а если для каждого элемента x принадлежащего подмножеству то есть подпространство m а примененное к x будет также принадлежать m то есть оператор не выводит нас за рамки этого подпространства если это так то такое подпространство называется инвариантом относительно оператора а ну какие примеры можно привести инвариантных подпространств ну рассмотрим с вами уже не раз обсуждаемый нами оператор нулевой что для него является инвариантным подпространством любое подпространство без исключения любое подпространство почему потому что если мы имеем какое-то подпространство и берем x которое принадлежит этому подпространству то оператор нулевой примененный к x это есть нулевой элемент а вы знаете что нулевой элемент присутствует в любом подпространстве линейного пространства между прочим то же самое можно сказать и протождественный оператор потому что что этот оператор делает применили к элементу x а он этот элемент принадлежит m и получили снова x но если x принадлежал m он так и остается принадлежать m ну можно еще привести пример инварианты подпространство рассмотрим пространство непрерывно дифференцируемой функции чтобы можно было взять производную оператор дифференцирования и рассмотрим линейную оболочку вот такую это подпространство мы в свое время уже доказали а синус x плюс b косинус x здесь меняется только а и b а и b любые числа продифференцируем его уже экзамен сдали так что тут сомнений нет все уже и ответ написали и что собой представляет производная это снова элемент той же самой линейной оболочки вот докажем мы с вами такую еще теперь лемой 4 она нам пригодится скоро оператор примененный к нулевому элементу есть нуль снова нулевой элемент почти очевидно но надо ведь доказать так вот опять же приходится обращаться к первой лекции что такое нулевой элемент мы с вами доказали теорему что нулевой элемент это есть любой элемент этого пространства множенный на нуль правильно это факт доказанный а оператор какой линейный множитель нуль можно вынести за знак оператора а x образ снова элемент того же самого пространства на основании все той же теоремы первой лекции нуль умноженный на элемент есть нулевой элемент лема доказано ну вот а теперь очень важное определение значит пусть а линейный оператор действующий действующий в нмерном пространстве над числовым полем К тогда число лямбда принадлежащее полю К называется собственным значением оператора А если существует такой элемент Х не нулевой и конечно принадлежащее данному пространству РН что выполняется соотношение А примененное к Х равняется лямбда Х соотношение 5 и так еще раз тогда число лямбда принадлежащее полю К называется собственным значением оператора А если в линейном пространстве существует элемент Х не нулевой то выполняется соотношение 5 при этом я не кончил определение при этом Х называется собственным вектором оператора А соответствующим данному собственному значению лямбда к этому как я уже сказал важному определению я сделаю два замечания замечания первое лямбда Х можно ведь и так записать лямбда умноженное на тождественный оператор примененный к Х это одно и то же потому что мы знаем что тождественный оператор примененный к Х это есть Х но тогда соотношение 5 я могу переписать в несколько ином виде все 5 штрих это замечание первое а теперь замечание второе в свое время мы доказали с вами что пространство операторов и пространство матриц изоморф изоморф поэтому только что введенное понятие собственных значений и собственных векторов имеет право на существование и для матриц поэтому говорят о собственном значении матрицы и о собственных векторах матрицы а теперь утвердение 10 если Х и собственные векторы собственные векторы оператора А соответствующие собственному значению лямбда то линейная комбинация АХ плюс БУ при единственном условии что эта линейная комбинация не нулевой элемент является собственным вектором оператора А соответствующим все тому же собственному значению лямбда что доказывается очень просто давайте подействуем оператором А на эту линейную комбинацию оператор А линейный поэтому можно записать А малое на оператор АХ плюс Б А А У по условию теоремы Х собственный вектор соответствующий собственному значению лямбда И тоже собственный вектор и тоже соответствующий собственному значению лямбда Ну а теперь последний аксиом определения линейного пространства мы с вами получаем что для этой суммы выполняется соотношение 5 то есть строго по определению это есть собственный вектор оператора соответствующий собственному значению лямбда а вот из этого утверждения получается интересное следствие любому собственному вектору соответствует одномерное инвариантное относительно оператора подпространство и так пусть х собственный вектор линейного оператора а соответствующий собственному значению лямбда нам нужно доказать что для него существует одномерное инвариантное относительно оператора подпространство поступим следующим образом рассмотрим линейную оболочку х собственный вектор он не нулевой так что размерность этого подпространства единиц то есть первую часть мы уже доказали осталось показать инвариантность но это опять же понятно как делается берем действием оператор линейного линейный оператор b можно вынести за знак оператора а х собственный вектор этого оператора соответствующий собственному значению лямбда и шестая аксиом определения линейного пространства как видите действительно получилось что существует одномерное инвариантное подпространство теперь опять же мне хотелось бы вам проиллюстрировать что же является собственным вектором для того или иного оператора начнем опять с этих простеньких операторов что является собственным вектором для нулевого оператора и какому собственному значению они будут соответствовать ну ответ здесь совершенно такой очевидный любой ненулевой элемент линейного пространства является собственным вектором и соответствовать это будет одному и тому же собственному значению лямбда равному нулю но вспомните определение тэта примененная к х это ноль а ноль как только что я уже говорил это есть нуль умноженная на х значит лямбда равно нулю и искать строить собственные векторы для этого оператора не надо это любой элемент отличный от нулевого так а если взять тождественный что для него является собственным вектором опять любой ненулевой элемент линейного пространства и один единственный одно единственное собственное значение лямбда равное единице то же самое и с оператором подобия поэтому я лучше это пропущу это вы и сами сможете проверить а мы рассмотрим другой случай снова рассмотрим пространство v2 а оператор поворота на угол альфа при условии что альфа любое значение от нуля до π спрашивается у такого оператора есть собственные векторы и собственные значения вы же сдали аналитическую геометрию ребята посмотрите на соотношение 5 что нужно чтобы было собственное значение собственный вектор после поворота во что должен перейти лямбда икс это что это вектор к линеарно исходному попробуйте повернуть на любой такой угол получите вы к линеарный вектор не получите то что в этом случае нет ни собственных значений ни собственных векторов однако если в этой же самой задаче взять альфа равная пи то линеарность будет выполнена вектор а перейдет в минус вектор а и собственное значение равно минус единица ну и наконец математический анализ вот возьму пространство дважды дифференцируемых функций на промежутке а б и возьмем такую функцию синус а икс а оператор вторая производная если мы применим к этой функции что у нас получается второй производной минус а квадрат синус а икс был синус и получился синус а лямбда чему равняется минус а квадрат но чувствуете какая тут прелесть а любое то есть бесконечно много таких собственных векторов будет а потом почему синус а почему не косинус а почему не экспонентов степени ах а да тут их бесконечно много такая прелесть математическом анализе но мы только я привел пример потому что мы занимаемся конечными мерными линейными пространствами а там свои проблемы свои сложности вот теперь мы можем сформулировать одно очень важное утверждение теорема 4 множество я его как-то назову сейчас множество m с индексом лямбда содержащие нулевой элемент линейного пространства и все собственные векторы линейного оператора а действующие в этом пространстве соответствующие собственному значению лямбда образует инвариантное подпространство пространство r то есть вот это m лямбда это не просто множество это будет подпространство мы сейчас вам это докажем прежде всего я хотел бы отметить что для любого элемента x принадлежащего m лямбда выполняется такое соотношение а примененное к x равняется лямбда x если x собственный вектор то это соотношение 5 оно как раз так же и выглядит а x равняется лямбда x правильно а вот если x нулевой элемент то мы с вами доказали лему 4 таким образом всегда для всех элементов принадлежащих данному множеству будет выполняться соотношение 6 теперь покажем что выполнено первое требование определения подпространства то есть берем любые 2 x 1 x 2 принадлежащие m лямбда и применяем оператора к сумме x1 и x2 оператора линейный поэтому будет а примененное к x1 плюс а примененное к x2 более того x1 и x2 удовлетворяют 6 значит это будет лямбда x1 плюс лямбда x2 ну и наконец мы можем используя аксиоматику линейного пространства записать что 6 для суммы тоже выполняется то есть если x1 и x2 принадлежат данному множеству то их сумма будет также принадлежать этому множеству первое требование определения подпространства выполнено ну совершенно очевидно теперь мы можем сюда подставить место суммы лямбда не лямбда а мю или b ну как угодно любое число умноженное на x и тоже получим что будет выполняться но этого мало это же не просто подпространство оно же должно быть инвариантным поэтому нам еще нужно доказать что если x принадлежит m лямбда то и результат применения оператора тоже будет принадлежать m лямбда ну что давайте проверим то есть возьмем и в левую часть соотношения 6 подставим образ x то что стоит круглые скобки удовлетворяет соотношение 6 то есть это есть лямбда x я и скажу из чего x принадлежит m лямбда значит и x тоже будет принадлежать m лямбда так что я пока использовал только тот факт что x принадлежит множеству m лямбда оператор линейный лямбда можно вынести ну вот и все как видите соотношение 6 выполняется в данном случае и так это не просто подпространство а это это инвариантное относительно оператора подпространство теперь следующая теорема 5 собственные вектора соответствующие различным собственным значениям я бы только выше здесь подчеркнул не столько различным а неравным вот в этом смысле различным линейно независимы линейно независимы для доказательства я использую метод математической индукции предположим что у нас есть собственные векторы x1 x2 и так далее xs а их собственные значения лямбда 1 и так далее лямбда s не равны друг другу нет совпадающих они различны ну начнем как всегда по методу математической возьмем в начале к равной единице то есть x1 но это собственный вектор по определению он не нулевой и значит он линейно независим поэтому предполагаем теперь что у нас линейно независимы все подряд до x катова включительно это просто по методу матиндукции предположение такое и теперь добавим к ним еще следующий k плюс первый элемент и рассмотрим линейную комбинацию цит x и т приравняем ее нулю по и ведется суммирование от единицы до k плюс единиц да как-то не очень удобно то что не работает так вот к этому равенству а что у нас там за равенство слева элемент пространства и справа элемент пространства применим оператор а воспользуемся тем что x и ты все собственные векторы поэтому мы получим цит лямбда и т x и т а полеме 4 здесь будет по-прежнему 0 это у нас будет соотношение 7 а теперь поступим так вот это соотношение только давайте да так пусть это 7 чтобы у меня было легче ссылаться а это будет 8 7 умножим на c k плюс первое ну ясно только извините не на c а на лямбда на лямбда k плюс первое и вычем из 8 тогда совершенно очевидно что лямбда k плюс первое сократится и у нас останется c и т лямбда и т минус лямбда k плюс первое и т равняется нулевому элементу только здесь у нас уже суммирование от единицы до k потому что последний как я уже пояснил k плюс первое он просто сократится домножили и вычли получилось такое соотношение так вот получилась линейная комбинация k элементов по предположению индукции они линейны независимы значит это равенство возможно тогда и только тогда когда все c и т от единицы до k равны нулю правильно ну так вот если мы теперь сюда в соотношении 7 подставим их значение что же у нас останется ck плюс первое на xk плюс первое равняется нулевому элементу xk плюс первое собственный вектор он не нулевой когда сие возможно когда число с индексом k плюс единица c k плюс 1 равняется нулю теорема доказана прекрасно давайте отдохнем немножко так вот из только что доказанной теоремы следует следствие в линейном пространстве размерности n не может быть n плюс 1 и больше собственных векторов которым соответствуют неравные собственные значения ну естественно доказывать надо от противного предположим что не так нашлись x1 x2 и так далее xn плюс единица собственные векторы которым соответствует лямбда 1 лямбда 2 и так далее лямбда n плюс 1 собственные значения которые не равны друг другу тогда по только что доказанной теореме 5 эти собственные векторы линейно независимы а раз так то они либо образуют базис или входят в базис где гораздо больше чем n плюс 1 элементов то есть по крайней мере получается что размерность линейного пространства больше или равна n плюс 1 вот что получилось а этого быть не может поскольку мы с самого начала предположили что размерность пространства равняется n теперь ведем еще одно очень важное понятие пусть в линейном пространстве размерности n действует линейный оператор который в некотором базисе е имеет матрицу а с индексом е тогда уравнение определитель а е минус лямбда е равняется нулю это уравнение 9 называется характеристическим уравнением оператора а и тут же докажем одно положение это утверждение 11 характеристическое уравнение не зависит от выбора базиса то есть это инвариант он всегда такой ну выберем еще какой-то базис f и тогда согласно этому определению характеристическое уравнение должно выглядеть так это будет а в базисе f минус лямбда е равняется нулю и нам нужно доказать что это то же самое что соотношение 9 если переход от одного базиса к другому осуществляется с помощью некой матрицы c то как мы с вами доказали это формула 3 данной главе это есть вот такое выражение а для е всегда верно c обратное е c поэтому вот это самая левую часть мы можем записать так это будет определитель запишем место а f это c обратное а е c минус лямбда c c обратное е c а теперь воспользуемся свойством операции умножения это будет определитель c обратное а е минус лямбда е умноженное на c ну и наконец воспользуемся еще одним свойством определитель произведения это будет произведение определителей всех этих сомножителей чем интересны эти два сомножителя их определители произведения их определитель равняется единице то есть это окажется просто-напросто равняется определителю а е минус лямбда е свойство доказано таким образом характеристическое уравнение инвариант он не зависит оно точнее уравнение не зависит от выбора базиса ну вот а теперь теорема 6 для того чтобы число лямбда было собственным значением оператора а действующего в линейном пространстве размерности n на числовым полем k необходимо достаточно чтобы лямбда являлась решением характеристического уравнения 9 и принадлежала числовому полю k лямбда оговорка между прочим важна решение может существовать но может не принадлежать полю и тогда никакого собственного значения не будет так что это очень важная оговорка в теореме начнем с необходимости то есть у оператора а лямбда собственное значение оператора а и тогда согласно определению собственного значения во-первых это оно лямбда принадлежит полю k а во-вторых выполняется вот это соотношение a минус лямбда e x равняется нулю вот это соотношение там было 9 значит будет соотношение 10 то есть это нам дано если мы выберем в этом пространстве какой-то базис то тогда слева и справа так здесь только это слева и справа у нас стоят элементы мы можем перейти к их координатам мы уже с вами доказали как координаты операторов вычисляются и получаем а е минус лямбда е x е равняется только вот знаете извините пожалуйста 10 здесь писать не надо я тут ничего не придумал это же соотношение 5 штрих уже у нас есть все это записано а вот это будет тогда 10 это уже будет 10 так вот что же собой представляет 10 это однородная система уравнений и как следует из следствия к теореме о базисном миноре она имеет ненулевые решения тогда и только тогда когда определитель когда определитель матрицы этой системы равен нулю необходимость доказана мы действительно показали что если лямбда есть собственное значение оператора то оно во первых это число принадлежит полюка во вторых является решением характеристического опа спасибо а вот теперь докажем достаточность теперь нам известно наоборот нам известно что уравнение 9 характеристическое уравнение имеет решение и это решение не просто а принадлежит полюка это нам дано но что означает соотношение 10 оно означает что в некотором базисе равны координаты выражений стоящие слева и справа а тогда опять же как мы с вами доказали из равенства координат следует равенство самих операторов а это уже означает 5 штрих то есть х является собственным вектором теорема доказана вот из этой теоремы есть очень интересное следствие сейчас я вам это следствие сформулирую если характеристическое уравнение 9 имеет различные решения причем их ровно n то существует базис в котором матрица оператора а для которого написано характеристическое уравнение записывается в диагональной форме итак по только что доказанной теореме 5 этим разным лямбдам будут соответствовать собственные векторы е1 и так далее ен более того они линейно независимы и их ровно столько какова размерность пространства rn значит они образуют базис как мы с вами вводили матрицу оператора действовали оператором на каждый базисный элемент и так как это собственный вектор будет лямбда кат и на екат для всех к от единицы до n поэтому матрица будет выглядеть так лямбда кат дельта и т кат размеров n на n то есть на главной диагонали будут стоять только лямбда 1 лямбда 2 и так далее лямбда n а во всех остальных местах нули это было мое первое замечание уже доказано теореме а теперь второе замечание не всякий линейный оператор имеет собственные значения значения я вам просто приведу пример ну во-первых это легко так порассуждать немного что собой представляет характеристическое уравнение это алгебраическое уравнение степени n по основной теореме алгебра рассмотреть пространство двумерное над полем рациональных чисел и пусть оператор а в некотором базисе имеет вот такую матрицу 1 3 2 1 запишем характеристическое уравнение минус 1 лямбда 2 3 1 минус лямбда ну если здесь раскрыть этот определитель второго порядка у нас получается лямбда квадрат равняется 7 тут 6 1 сложится как раз семерка получается решение есть вот они плюс минус корень 7 но корень 7 не есть рациональное число поэтому нет собственных значений а значит и собственных векторов у данного оператора теперь вот из теоремы которую мы с вами доказали из теоремы 6 мы получаем некий алгоритм как найти собственные векторы и собственные значения линейного оператора первое решаем характеристическое уравнение отбираем те решения которые принадлежат нужному числовому полю затем соотношение 10 уже вместо лямбда подставляем найденные значения и решаем систему уравнений таким образом мы находим координаты всех собственных векторов только здесь нужно чуть-чуть аккуратнее говорить дело в том что все множество решений включает в себя вот такой системы однородной системы и нулевой элемент причем это инвариантное подпространство надо из него убрать нулевой элемент тогда то что останется и будет множество всех собственных векторов и опять не точно не самих векторов а их координат а от вас требуют и на экзамене в частности собственные векторы поэтому зная координаты вам еще надо составить как будут выглядеть собственные векторы доводите задачу до конца отвечайте на тот вопрос который перед вами поставили а сейчас я хотел бы вот понимаете в этой процедуре построения собственных векторов и собственных значений возникает фактически две проблемы я на них сейчас остановлюсь я специально подобрал примеры на трех примерах всю эту проблематику можно показать а потом только потренироваться чтобы как говорится руку набить то есть во всех этих случаях я буду рассматривать пространство трехмерное над полем обязательно рациональных чисел буду выбирать некий базис это три элемента и в этом базисе буду задавать матрицу ну и будем строить с вами собственные векторы и собственные значения операторов итак первый случай как выглядит матрица 2 0 0 первый столбец минус 1 минус 1 2 второй минус 1 0 1 третий столбец ну ясно как выписывается характеристическое уравнение уравнение считаем терять время на это я не буду а получается вот такие решения минус 1 1 2 все они принадлежат полю рациональных чисел значит все три собственные значения и что очень важно почему я с этого случая начинаю решение единственное характеристическое уравнение кратных нет всякие неприятности возникают при кратности а здесь все чудесно все просто ну например если мы возьмем лямбда равной минус единице то легко строится фср вот этот столбец и тем самым мы уже можем выписать собственный вектор это будет е2 минус е3 но это какой-то а нам нужно указать все множество векторов и это мы можем сделать очень просто берем линейную оболочку натягиваем на этот вектор и подчеркнем что во-первых c это число рациональное и во-вторых не равняется нулю вот это уже полный ответ на первую задачу следующие два примера они будут связаны с кратными корнями и тут вот что получается так теперь матрица первая минус 1 0 0 матрица оператора минус 2 1 0 минус 2 0 1 решаем характеристическое уравнение и лямбда получается такие минус 1 1 все они принадлежат поле рациональных чисел и вот то что здесь новенького это кратный корень к чему это приводит ну совершенно очевидно что у той системы которую я обозначил 11 2 и 3 уравнений не будет 1 минус 1 1 минус 1 это 0 что же останется останется только первое уравнение x1 плюс x2 плюс x3 равняется 0 здесь уже ФСР будет состоять из двух линейно независимых решений вот и ну я их пожалуй запишу минус 1 1 0 и минус 1 0 1 но это вы помните мы просто переставляем эти единички все у нас получается и поэтому первому соответствует минус e1 плюс e2 а здесь минус e1 плюс e3 значит чтобы написать все множество решений тут c1 тут c2 так и опять же нужно записать что c1 c2 рациональные числа но c1 в квадрате плюс c2 в квадрате не должно равняться нулю чтобы не было нулевого элемента это записывается так так вот получается так какова кратность и такова размерность подпространство решений но это преждевременный вывод поэтому я вам предлагаю еще третий пример матрица такая 2 0 0 минус 1 1 1 0 минус 1 3 вот если здесь решать характеристическое уравнение искать то окажется что лямбда равно 2 2 и 2 кратность равняется трем но если здесь решать искать оказывается что размерность инварианта подпространство будет равняться единица и решение будет только одно 1 0 0 вот видите кратность трем а размерность инварианта подпространство равняется единице поэтому здесь важно сделать следующий вывод сейчас давайте его запишем как заключение как вывод первое если лямбда простое собственное значение то есть не является кратным корнем характеристического уравнения то инвариантное подпространство одномерно и оно имеет очень большое значение в приложении кстати физики даже и называется иначе характеристическое направление вот как ну в разных разделах физики каждое характеристическое уравнение имеет свой смысл направление и второе если лямбда собственное значение является кратным решением характеристическое уравнение кратности S то соответствующее инвариантное подпространство имеет размерность от единицы до S и заранее сказать это нельзя надо решать смотреть вот как в этих двух случаях последних кратность 2 и размерность 2 кратность 3 размерность единица тут нет закономерности и заранее сказать нельзя просто это надо иметь ввиду и с этим безусловно считаться что я еще сегодня хотел успеть вам сказать это о жардановой форме матрицы линейного оператора вообще-то я вам скажу совсем немного почему потому что жарданова форма линейного оператора из присутствующих а вас сегодня удивительно мало это будут единицы и всех мучить и рассказывать подробно нет смысла поэтому я сформулирую теорему и на экзаменах я вам от вас потребую только формулировку этой теоремы ну и пояснение которое я сегодня приведу чтобы было понятен смысл этой теоремы а вот на практике на практике вам потребуется сам алгоритм и я вам порекомендую книжечку которую написали мои коллеги авторы Колобасова Крутицкая Овчинников называется она приведение матрицы линейного оператора к жардановой форме ее можно взять в БУПе можем читалки взять это для семинаров потому что на семинарах привести к жардановому виду матрицу будет разумно и полезно а если вы хотите еще и доказательства посмотреть то книжку я вам эту посоветовал Сергея Борисовича Кадамцева доказывается но там порядка сорока страниц для того чтобы понять это доказательство это у меня уходило когда я это читал когда ребята были посильнее около двух лекций но поскольку это теперь не очень требуется далеко не всем я решил это максимально сократить итак прежде всего матрица вот такого вида лямбда сейчас да лямбда лямбда к 1 0 0 0 0 0 лямбда к единица 0 0 0 здесь еще там 0 0 0 0 лямбда к единицы и последнюю я еще нарисую строчку здесь будут сплошные нули здесь 0 и здесь лямбда к вот такая матрица она обозначается лямбда большое к называется жардановой клеткой теперь теперь говорят что матрица имеет жардановую форму если она имеет такое строение лямбда 1 лямбда 2 и так далее лямбда m а здесь нули а вот эти лямбда это вот жардановой клетки это жардановой клетки а теперь теорема а жардановой форме я даже ее нумеровать не буду будет так она и называться теорема жардановой форме для любого линейного оператора в линейном пространстве r размерности n над числовым полем c существует базис в котором матрица оператора имеет жардановую форму коротенькая теоремка четкая ясная еще раз повторяю для любого линейного оператора в линейном пространстве размерности n над полем c комплектных чисел линейного существует такой базис в котором матрица оператора имеет жардановую форму и замечание к этой прекрасной теореме эта теорема верна и в случае линейного пространства над полем к 0 просто я сразу вам в самом общем виде даю эту теорему а теперь в чем здесь дело я поэтому вынужден ввести еще одно понятие итак элемент опять не работает элемент xk который при некотором натуральном k удовлетворяет условию a минус λ e в к той степени примененная к xk не равняется нулевому элементу а здесь тоже да здесь то же самое только k плюс первое тоже примен к xk будет равняться нулевому элементу вот такой элемент с k вверху причем k натуральное число и удовлетворяющий этим двух условиям называется присоединенным элементом оператора а к этого порядка соответствующий собственному значению лямбна о какое длинное название еще раз повторю присоединенным присоединенным элементом оператора а к этого порядка соответствующий собственному значению а ну а теперь пояснение базис в котором матрица оператора а имеет жардановую форму состоит как из собственных векторов так и из этих вот присоединенных элементов если оператора не имеет присоединенных элементов то указанная база состоит только из собственных векторов и матрица в этом случае имеет диагональный вид что мы с вами уже показали все спасибо за внимание спасибо